Хей, ребята, с возвращением. А вы знали, что в конце Halo 3 343 Виновная Искра не погиб? Он как бы погиб, но что тогда сделала Искра, чтобы Искра не погибла? Сегодня мы рассмотрим то, как это произошло и также, что случилось с Виновной Искрой после событий игры Halo 3. Когда Чиф поразил его лазером, после того, как Искра забрал Джонсона из жизни, его металлическая оболочка в конечном итоге становится нестабильной и разрывается на миллион кусочков, которые в полном составе остались на установке 08, когда она взорвалась над Ковчегом. Когда кольцо взорвалось, его части упали и рассыпались по Ковчегу, и где-то там оказался каркас, казалось бы, мертвой Виновной Искры. Но затем, почти год спустя, в ноябре 2553-го, Кон обнаружили слабую передачу с Ковчега. И они не знали, что это было, поэтому они отправили корабль Кон Рубикон на Ковчег, который находился под зонтом СВР. Когда они добрались туда, команда удаленного контакта спустилась на поверхность Ковчега и нашла источник передачи, а затем забрала его на борт корабля. Чего они не знали, так это то, что они только что подобрали едва работающие останки Виновной Искры. С помощью ИИ-переводчика экипаж начал расспрашивать Искру о его происхождении, и поскольку он был в присутствии восстановителей, истинных наследников мантии ответственности, он был обязан отвечать. Так что же он сказал им, каково происхождение Виновной Искры? Если рассказывать эту историю совсем, совсем коротко, то задолго до того, как Искра стал монитором, он был древним человеком, рожденным на земле во времена Войны Потопа и Предтечь. Вместе с Изодидактом и флорианским существом по имени Райзер, Чакас пошел и разбудил Дидакта, который затем увез группу на своем корабле, ведя Чакаса к тому, чтобы их поймали прямо в центре Войны Потопа и Предтечь во время самой накаленной стадии. Он не смог бы выбрать более худшее время, чтобы разбудить военного лидера Предтечь. Одно последствие за другим, и по итогу Чакас оказался на установке 07, после того, как она была захвачена нищенствующим уклоном. И Кольцо было на пути столкновения с планетой из-за мер безопасности, которые были активированы с учетом того, что Кольцо было подвергнуто опасности и попало в руки врага. В конечном счете, Дидакты и его флот появились и сумели вернуть контроль над Кольцом, а Чакасу удалось отвезти Орел от планеты, поэтому он не был полностью разрушен, но все еще был сильно поврежден, и Чакас потерял сознание. Когда он проснулся, он был подключен к аппарату жизнеобеспечения, потому что урон, который он получил как от повреждения Кольца, так и от пыток нищенствующего уклона, его тело стало неработоспособным, поэтому его разум нужно было спасти и сделать монитором, и заключить его в типичной оболочке монитора. И это очень короткая история того, как виновная Искра превратился из древнего человека Чакаса в парящую лампочку. Теперь, перед тем, как мы двинемся дальше, запомните, что виновную Искру раньше звали Чакас, в дальнейшем это будет очень важно. В любом случае, вернемся к 2553 году, когда Искра рассказывал экипажу корабля свою длинную историю происхождения, которая не совсем была точна по причине его многочисленных разделений и серьезных повреждений. Он тайно изучал корабельные терминалы и информационные хранилища без осознания этого экипажа. Это помогло ему восстановить память о том, что произошло в его недавних взаимодействиях с людьми во время войны человечества и Ковенанта, и обо всех событиях, произошедших с тех пор, как он встретил мастера Чифа. Но он также сделал это со скрытыми мотивами. Как только он завершил рассказывать все о своем происхождении, что мог, его оболочка наконец умерла, и он был выброшен с корабля в космос экипажем, так как все подумали, что это было завершение истории 343 Виновной Искры. До тех пор, пока корабельный ИИ неожиданно не был отключен и весь контроль над кораблем не был потерян, Искре действительно удалось загрузить свой поток данных в компьютерную систему корабля, и теперь он полностью контролировал корабль с единственной целью. После дальнейших исследований он пришел к выводу, что библиотекарь, которая была единственным живым формирователем во всей иностранной Аукюмене, на самом деле была еще жива, и он намеревался найти ее. Он погрузил весь экипаж в Криосон и взял курс туда, где она предположительно находилась. Но есть одна проблема. Библиотекарь 100% мертва. Каждый, кто знает историю войны, предтеч и потопа, в курсе, что она умерла на Земле, и то, что мы увидели в 4-й Хейло, было всего-навсего голограммой. Так, за кем же тогда шел Искра? По моему мнению, как и по мнению всего сообщества Хейло, есть шанс озеленить предтечу, работника жизни, которому библиотекарь в последние часы войны дала роль формирователя жизни. Затем она стала одной из немногих предтеч, которые пережили стрельбу Ореола и в конечном итоге войну предтеч и потопа. И по итогу, ее жизнь завершилась на неизвестной планете вне галактики Млечный Путь вместе с Изодидактом. Последнее, что мы слышали, было то, что пара жила довольно счастливо без технологий. И если Искра сейчас технически вновь Чакас, то, скорее всего, он направляется на эту самую загадочную планету. Увидим ли мы Чакаса в будущем? Может быть, возможно, даже в играх. И у меня есть очень хорошие новости, чтобы это подтвердить. Во время беседы с группой сценаристов из 343 Industries незадолго до запуска Halo 5 Фрэнк Аконно рассказал, что у них и есть сюжетная арка с искуплением, запланированная для Виновной Искры. Так что, возможно, мы когда-нибудь увидим его в будущем, если, конечно, вся история не была полностью изменена после Halo 5. На этом все, ребят, спасибо, что посмотрели и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!